Латвийские учителя готовы бастовать. И начнется ли у детей учеба в сентябре, теперь зависит от политиков. Латвийский профсоюз работников образования и науки призовет педагогов начать бессрочную забастовку. Если не будет, выполнен ряд требований. Их сегодня педагоги обсудили с Министерством образования. И, похоже, в переговорах есть прогресс. Подробнее расскажет Евгения Копылова. Пикет учителей возле здания Сейма прошел всего четыре дня назад. Однако уже ясно, ни к чему не привел, говорят в профсоюзе работников образования. Пикеты были и раньше. Был и один день забастовки, как предупреждение. Теперь в планах бессрочная забастовка в сентябре, но уже после первого числа. Все же праздник, день знаний. Об этом сегодня договорился Совет профсоюза. Забастовка начнется при таком случае, если правительство и парламент не выполнят наши требования сбалансировать рабочую ставку, чтобы действительно мог получить каждый ученик, каждый студент, каждый ребенок индивидуальный подход, как это полагается. И второе, чтобы была конкурентоспособная работа, чтобы удержать и сегодня работающих, и была бы мотивация и для нового поколения педагогов. И этот вопрос, можно сказать, уже на одинаковом уровне. И третье, конечно, отношение со стороны политиков. Только начинать решать проблемы, когда сектор уже встает на ноги. Чтобы решить конфликт без забастовок, Министерство науки и образования сегодня пригласило на встречу представителей отрасли. Разговор длился два часа, прошел без журналистов и на повышенных тонах. Министерство не может ответить на конкретные вопросы. И до 30 июня они должны подать в госканцелию приоритеты для бюджета следующего года и среднего периода. Но еще нет никаких расчетов. Они еще будут смотреть, анализировать. Но это получается, они же знали наши требования. Они знали, почему мы выходим на пикет. И они до сегодняшнего дня не могли приготовить никаких расчетов. Министр науки и образования Анита Мыжница примерные расчеты и план все же приводит. Но пока без конкретных обещаний. Мы до сих пор видим, что чтобы выполнить, позволю себе сказать, ультиматум профсоюза сбалансировать нагрузку с 2023 года нужно примерно 119 миллионов евро. Не хватает примерно 4000 педагогов. В связи с этим мы в сообщении укажем эти числа, покажем фискальные расчеты, покажем влияние. И тогда политики должны будут решать. В министерстве сегодня также заявили, что готовы пересмотреть процент контактных часов для педагогов. С 70% их предложат сократить до 60%. При этом, если забастовка все же будет, к ней присоединится и Ассоциация руководителей сферы образования. Ее глава говорит, пока удалось договориться лишь насчет бонусов с самоуправлением за приведение в порядок школьной сети. Лучшая новость в этом та, что наш министр обещал, что вместе с Министерством финансов они задумали, что все-таки поднимут и уже с этого года, с 1 сентября, те школы, те города, у которых уже школьная сеть в порядке, они получат дополнительно, скажем, 2% с общего бюджета для учителей, они получат в бонус. Раньше бонус за приведение в порядок школьной сети был всего полпроцента и не всегда мотивировал что-либо менять. Евгения Копылова, Сандрис Полой, Сарус ЛСМ. Редактор субтитров А.Семкин